Президент Польши Анджи Дуда не удержался от антироссийской риторики, выступая на торжественном заседании парламентов Польши и Литвы по случаю 230-летия Дня Конституции. Дуда напомнил о дивизии, записанном в ней. «Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа». Дуда назвал фразу «прекрасным посылом», который пронес он через века и стал фундаментом демократии. Правительственный закон, который позднее стали именовать Конституцией по аналогии с похожими документами, был принят в мае 1791 года, через три года после американской Конституции и стал второй в мире и Первый в Европе Конституцией. Просуществовал «правительственный закон» чуть более полутора лет и отменен Гродненским сеймом речи. Посполитой. Авторы документа Игнации Потоцкий и Гуга Калантай называли его «последней волей и завещанием». Угасающей отчизны Польша, раздираемая междоусобицами, была оставлена без поддержки прусского короля Фридриха Вильгельма II и оказалась в состоянии войны с Российской империей. На празднование 230-летия этого документа в Варшаву приехали президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Дуда оценил события конца XVIII века как нападки «врагов свободы». По его мнению, именно из-за принятия Конституции правительственного закона началась русско-польская война 1792 года. Во время последовавших дебатов Дуда подчеркнул, что Польша считает Крым и Донбасс территориями, оккупированными Россией. Президент Украины Владимир Зеленский, к которому были обращены эти слова, не стал их комментировать, ограничившись общими фразами о демократических ценностях и польских традициях законотворчества и реформ. Затем Зеленский совместно с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписал декларацию о сотрудничестве между государствами и поддержке фундаментальных принципов демократии. Как указано в документе, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония привержены продолжению диалога и сотрудничества. Продолжение следует...